Министерство здравоохранения Ульяновской области не раз поступали обращения от жителей о недостаточном лекарственном обеспечении инсулинозависимых больных. Сегодня мы разбирались с ситуацией и выясняли, существует ли такая проблема в медицинских учреждениях города. Лекарственное обеспечение, в том числе инсулинами, больных с сахарным диабетом, имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством, происходит за счет средств федерального и регионального бюджетов. В регионе проживают около 47 тысяч человек с этим заболеванием, из которых около 12 тысяч нуждаются в инсулине. Сегодня Министерством здравоохранения Ульяновской области ведется процедура закупок. Однако все же периодически перебои могут случаться из-за недофинансирования с федерального бюджета, смены поставщика и перерегистрации цены препарата. Правительство Ульяновской области делает все, чтобы обеспечение граждан Ульяновской области было на достаточном уровне. Если по сравнению с 2017 годом, за три года финансирование бюджета Ульяновской области возросло на 50%, и на следующий год, 2020, запланирована еще достаточная сумма для обеспечения льготников за счет средств областного бюджета Ульяновской области. Есть определенные проблемы с федеральным бюджетом, потому что все-таки та стоимость, которая выделяется на одного пациента, она действительно мала. Бесплатные лекарственные средства для лечения заболевания на основании льготы назначает врач, если у пациента диагноз сахарный диабет. Для этого пациент проходит полное обследование, сдает анализы крови мочи на уровень глюкозы. После получения всех результатов врач подбирает график приема и дозировку лекарственного препарата. Все эти сведения указываются в рецепте. Сегодня, по словам специалистов, выписывать рецепт стало проще и быстрее, поскольку процесс автоматизировали. Срок действия рецепта составляет 30 дней. Выписка препаратов производится на рабочем месте врачей, терапевтов, эндокринологов и других специалистов. Срок действия рецепта составляет 30 дней. Пациент идет в аптеку и получает препарат. При отсутствии препарата пациент ставится на отсрочное обеспечение, и в ближайшее время препарат поступает с базы в аптеку, и пациенту звонят, его приглашают, он получает препарат. Выдаются препараты бесплатно во всех аптеках государственного образца на основании выписанного рецепта, в котором указано необходимое количество лекарственного средства. Как правило, лекарства можно получить из расчета на месяц. Мы посетили одну из таких аптек по адресу Гагарина 4, где нам заведующая продемонстрировала холодильники, плотно забитые нужными препаратами. Местные жители, как оказалось, не жалуются на работу аптеки и обслуживание клиентов. Я часто не хожу по просьбе этих соседей, получаю вот им. Они без ноги не могут ходить. Я вот к ним прихожу, они вежливо обращаются всегда. И когда по телефону звонишь, они все отвечают хорошо. Добрые, хорошие девчонки. И все. Больше я ничего не могу сказать. По словам экспертов, распространенность сахарного диабета ежегодно растет, особенно среди детей. Это связано с неправильным питанием, присутствием в пище большого количества углеводов, широким распространением ожирения, малоподвижным образом жизни, наследственной предисположенностью. Сегодня инсулинозависимым детям квалифицированную помощь можно получить круглосуточно в детской областной клинической больнице имени Горячего. На сегодняшний день отделение обеспечено полностью препаратами для экстренной помощи детям с сахарным диабетом, в том числе инсулинами, как аналоговыми, так и человеческими геноинженерными препаратами, плюс другими сопутствующими препаратами, которые, возможно, могут понадобиться этим детям. По словам специалистов, без проблем в этой сфере пока не обойтись всему виной издержки федерального законодательства. Однако региональный Минздрав ежегодно прикладывает серьезные усилия к тому, чтобы в области не было длительных перебоев, максимум две недели, с поставкой инсулиновых препаратов и сопутствующих расходных материалов. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова